На заседание правительства было вынесено 8 основных и 3 дополнительных вопросов. Кабинет министров заслушал доклад министра юстиции Залины Лалевой касательно плана мониторинга правоприменения на 2021 год. Во все министерства и ведомства направлены письма с целью предоставления предложений по мониторингу правоприменения и совершенствования нормативно-правовых актов органов исполнительной власти. «Согласно этим письмам мы подготовили проект плана мониторинга правоприменения. Я бы хотела, чтобы руководители министерств и ведомств отнеслись к нашим письмам, предложениям внимательно и чтобы уже в следующем году, в 2021 году, когда мы будем готовить уже доклад о нашей работе, о работе органов исполнительной власти по мониторингу правоприменения, чтобы больше ведомств участвовало в этом. Потому что я более чем уверена, что эти нормативно-правовые акты, они требуют, естественно, доработок». «У нас всегда со сроками не совпадают наши поручения и постановления. Вот проработайте с протоколом и в виде поручения председателя правительства оформим и обяжем вот эти ведомства, которые присутствуют в плане. Я бы предложил вам графику дофта и в виде поручения оформлены и с указанием ответственных лиц. Это будет министр или председатель комитета. И потом будет спрос с каждого из них. Игнорирует. И под личную ответственность каждого, кто будет участвовать в этой работе». Глава администрации Дзавского района Андрей Джиоев вынес на обсуждение вопрос о назначении на должность заместителя главы администрации Дзавского района Сармата Кутаева. Было отмечено, что этот человек работал в Южной Осетии на ответственных должностях. В настоящее время он является генеральным директором общественно-благотворительного фонда социально-культурной поддержки молодёжи «Фаранг». Члены правительства проголосовали за его кандидатуру. «Кутаев Сармат Эдуардович окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры и спорта имени Лескафта по специальности экономика и управления на предприятии. Квалификация экономист-менеджер. Работал в Комитете государственного контроля экономической безопасности Республики Южная Осетия. Специалист первой категории. Государственный комитет по реализации проектов восстановления Республики Южная Осетия. Начальник отдела капитального строительства. 2009 по 2011 год государственный комитет по реализации проектов восстановления Республики Южная Осетия. Начальник управления строительного комплекса». Остальные вопросы, вынесенные на повестку, в основном касались утверждения структуры и предельной штатной численности ряда ведомств и организаций. Продолжение следует...